Значит, вот Ольга Попова 4 дня назад. Геннадий Петрович, почему проголодав неделю, сделав выход неделю на овощных соках и овсянке, на второй неделе стало все понемногу есть с минимумом соли. Но вся текла. Пошла третья неделя, и после голодания отеки не проходят. Как их можно убрать, и почему так получилось? То есть, организм на выходе, вернее, организм на голоде, вообще, как бы сказать, надо с самого начала говорить, что такое голод, особенно голод, там, допустим, неделя и больше. Голод – это прежде всего нормализация всех процессов, которые происходят в организме. То есть, есть излишек, допустим, воды, есть излишек соли, есть излишек еще чего-то, есть излишек еще чего-то. И организм, знаете, вот начинал голодать, вот такая раз, грубо говоря, такая хопа, значит, пошло мочеотделение, то есть, сбрасывается лишняя вода. То есть, вы особо даже не пьете, а вода только хоп-хоп, то есть, излишки воды вышли. Далее, в этой воде могут быть излишки солей, то есть, те соли, которые абсолютно нашему организму не нужны. И вы знаете, я когда всего этого дела строго придерживался, то я пришел к выводу, что вот этих солей, которых достаточно, которые, вернее, находятся в пище, в свежих овощных соках, в кашах, этих солей вполне достаточно. Там, ну, можно еще использовать морскую капусту, которая, как бы сказать, богата всеми солями, которые вот нужны, потому что, которые содержатся в океане, естественно, не попадают и к нам в организм, если вот подсаливать этой морской сушеной капустой. То есть, значит, голодание способствует тому, что в первую очередь выравнивает все, что там есть. Мы даже не подозреваем. Вот я говорю, как там, так как я это все пробовал, и пробовал и так, и сяк, и на вкус, и не на вкус, все это, да, очень много у нас излишков. И особенно излишков это поваренной соли, которая держит воду. Вроде бы все нормально, вроде бы как-то организм так привык, но когда начинаешь голодать, идет вот это вот резкое выравнивание и нормализация разного рода функций, разного рода содержания различных там солей, веществ и так далее, все это выходит. А потом, когда мы начинаем вот выходить из голода, и думаем, да немножечко посолим, немножечко посолим. Оказывается, этого немножечко, о, вот так вот, его избыток, понимаете, оказывается. И сразу же у нас организм после голода настолько восприимчив, что вот, ну будем говорить, то он там отекает, то или еще что-то там с ним происходит. У каждого человека, конечно, это по-разному наблюдается. Вот, поэтому, если недельное голодание, и недельный делается выход, и человек обычно пишет, обычно пишет, что сколько голодал, столько и восстанавливаешься. Практика, лично моя практика и других людей показала, нет, ничего подобного. Этот срок должен быть чуть ли не в два раза быть, более длительный, постепенного выхода, нормализации работы организма после голода. То есть, как бы сказать, введение его, ну будем говорить, на новый пищевой рацион, который вы там будете поддерживаться. То есть, гораздо длительнее. Нету таких, знаете, усредненных норм. Все мы думаем, ага, сколько голодал, три дня голодал, значит, три дня выходишь, семь дней голодал, семь дней... Выходишь, 20 дней голодал, 20 дней там выходишь. Ничего подобного. Чем еще длительнее ты голодал, тем еще длительнее должен быть у тебя выход. Примерно раза в два. Вот, я чувствую, как минимум. Для того, чтобы все плавно заработало. В противном случае получаются вот такие вот вещи. То есть, неправильно поданная информация приводит вот к таким вещам, что люди думают, что, ага, я все сделал правильно, нормально, а получаю отеки. То есть, слишком рано начали есть соль. Значит, что делать? Пошла третья неделя после голодания, отеки не проходят. Как их можно убрать? Почему так получилось? Почему так получилось? Я уже сказал, как их убрать? Просто-напросто добавил физические упражнения в самом простейшем виде, а именно ходьба. Ходьба запускает циркуляторные процессы. Пошло, 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 пошло. И у вас все это дело начнет циркулировать и выходить. То есть, отеки любят появляться тогда, когда человек мало движется. То есть, не достает движения. Ну и плюс после голодания вот такая вот резкая вещь. А что касается употребления соли, то ее можно, можно просто-напросто, ну, будем говорить, еще сократить в два раза. Вот сколько вы там делали, использовали соли, сократите ее примерно раза в два. А лучше уберите ее совсем. И через две недели, через две недели начнете потихонечку подсаливать. Вот такие вот вещи бывают. Я, по-моему, об этом писал в своих книгах по голоданию. Посмотрите их, если такого нет, я упустил это. То я как-нибудь в новом издании это восполню. Спасибо. Спасибо.